Украинские пилоты, которые за рубежом учатся управлять самолётами и истребителями, сейчас летают с инструкторами, но ожидают в ближайшее время на самостоятельные вылеты. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона. Всё идёт по плану. Каждый раз пилоты поднимаются в небо уже с инструкторами. Возможно, то количество пилотов с инструкторами становится больше. Далее ожидаем самостоятельных вылетов. Как ранее сообщил Унян, ряд украинских пилотов сейчас учатся за рубежом управлять истребителями F-16. Тем временем, в Верховной Раде считают, что по лучшему сценарию первые F-16 появятся в Украине в конце весны. А первые натренированные пилоты будут готовы в конце этого года. Об этом рассказала в интервью Европейской правде депутат Александра Устинова. Также она отметила, что параллельно идут договорённости о модернизации F-16, которые пообещали предоставить Украине. Напомним, в конце октября США подтвердила начало лётных учений украинцев на самолётах-истребителях. Также ранее стало известно, что на военно-воздушной базе Фетешти в Румынии открытся европейские учебные центры F-16, где будут проходить обучение украинские пилоты. Своим опытом о владении многоцелевым истребителем поделился СНН лётчик воздушных сил ВСУ с позывным Мунфиш. Рассказывая о преимуществах F-16, украинский пилот отметил, что истребитель был создан сначала для дневного преимущества в воздухе. Но со временем превратился в многопогодный многоцелевой самолёт, а программное обеспечение постоянно совершенствуется. По словам военнослужащего, этот истребитель может обеспечивать воздушное прикрытие наземных войск, атаковать наземные цели врага, уничтожать самолёты противника и перехватывать ракеты. Мунфиш отмечает, что на полноценную подготовку пилота истребителя F-16 могут уйти годы. Однако украинские военные лётчики проходят ускоренный курс обучения. Для овладения этой машиной даётся около полугода. По мнению пилота, если бы F-16 передали Украине уже сейчас, одной из главных задач стало бы отражение волны российских беспилотников и ракетных атак.